Наконец-то пришла флешка, та самая, на которую делают очень много подделок и продают их на Озон. У меня вроде настоящая, я надеюсь, по крайней мере, потому как продавец был сам Озон, и было написано, что товар оригинальный. Что ж, вот и проверим. Это флешка Kingston Canvas Select Plus на 128 гигабайт. Покупал я ее за 759 рублей, продавец Озон Казахстан. Товар из параллельного импорта, надо полагать. Заказал 23 июня, пришла 26. Тут интересно, конечно, указано, на странице товара страна-изготовитель указана США. А на самой коробке США указан как производитель. Но также написано, что собрано в Тайване. Потом покажу на коробке. Сперва хочу упаковку показать. Вот почему я решил на пункте выдачи вскрыть пакет. Я бы лучше распаковку на камеру сделал, чтобы, если там оказалась совершенно другая флешка, то это было бы видно. Но тут как бы был риск, что флешка вообще могла не оказаться в пакете, потому что он был порван. Вот. Очень большая дырка. Сама флешка запросто могла отсюда выпасть. Вот поэтому я и решил сразу вскрыть. Но мне повезло, флешка была в пакете. Вот сама упаковка товара от производителя. К слову, даже ее умудрились помять. Вот. Вот здесь видно. Вот что здесь написано. На коробке указывается только скорость чтения. 100 Мб в секунду. Класс 10. Наклейка для Казахстана на оборотной стороне. Наклейка для России. Здесь указан производитель, где собрано. Assembled in Taiwan. Вот здесь. Что здесь еще? Написано. Крупным планом показать. Вот, кстати, что здесь на самой флешке написано. Тайвань также. А на адаптере Чина. Интересно. Так. Указано, что ножницами вот здесь нужно открывать. Так и сделаем. Четко по линии. Так, ну вот. Сама флешка поближе. Сейчас покажу. Из упаковки достану. Так. Это адаптер. Надписи выглядят вроде хорошо. На поддельных флешках, которые в большом количестве продаются на зон, надписи плохо нанесены. Там много людей в отзывах скидывали фотографии. Вот, кстати, что еще указано в описании на странице товара. Объем 128 гигабайт. Класс скорости класс 10. Скорость чтения 100 мегабайт в секунду. Скорость записи 85 мегабайт в секунду. Вот, кстати, откуда такие данные про скорость записи? Ведь вроде на упаковке она нигде не указана. Ну, ладно. Скажем спасибо вселенной, если тут верный заявленный объем. Сейчас поставлю ее на проверку с помощью программы Отчту.тсдабл. Я полностью прогоню ее через режим запись плюс проверка. Хотелось бы, конечно, сделать это одним кадром. От вскрытия пакета до завершения проверки. Но у меня пакет уже был открыт. Так что смысла нет. Да и в целом памяти на телефоне не хватило бы. На проверку уйдет... Ну, если считать даже по минимуму... Вот я тут подсчитал. То только на запись уйдет 25 минут. С заявленной скоростью... С заявленной скоростью 85 мегабайт в секунду. А по факту, вероятно, больше уйдет времени. Плюс проверка потом тоже время займет. Это, конечно, будет не несколько суток, как с флешкой на 2 терабайта с Алиэкспресс. Но тоже немало получится. Ну, если я верно посчитал, конечно. А то я еще тот математик. Ну, главным образом флешку я буду проверять на соответствие заявленному объему. Хотя, наверное, получается, что настоящую скорость я тоже проверю. Просто до данного момента, до записи этого видео, я не знал, влияет ли адаптер на скорость. Я думал, что из-за адаптера скорость будет снижена. Но я поискал и нашел статью, где указано, что адаптер на скорость не влияет. И там приводится два видео на английском с тестом адаптера и интервью с инженером из Кингста. Так что вполне вероятно, что скорость у меня будет показана максимальная. Учитывая также, что у меня стоит SSD-шник. И программа Ачту ТСВ установлена именно на него. Но в этом я, конечно, на 100% не уверен, будет ли показана у меня максимальная скорость или нет. Ну, скорее всего, да. Вот еще добавлю по поводу проверки. Я уже говорил в видео про фейковую флешку на 2 терабайта, что если есть уверенность в том, что заявленный объем неверный, то проверку нужно осуществлять частями, чтобы было быстрее. Если вообще есть задача узнать реальный объем. Например, сперва поставить на 30 ГБ и узнать, есть ли хотя бы такой объем в тестируемой флешке. А при необходимости потом добавлять проверяемый объем еще. Но, конечно, если вы уверены, что флешка настоящая, с верным объемом, без взломанного контроллера, то проверять стоит сразу полностью весь объем. Как делаю я сейчас. Вот. Кто-то может быть, в принципе, даже не готов тратить на это время, даже зная про такие фейковые флешки. Но лично я с того момента, как узнал, что у флешки могут взломать контроллер и указать какой угодно объем, предпочитаю любую флешку проверять, вот, каждую флешку проверять, какой я буду пользоваться. Лучше вот один раз потратить немного времени, чем потом безвозвратно потерять какие-то ценные данные. Все. В общем, вставляю флешку и буду проверять. Так, ну, сейчас будет проверка. Вставляю флешку первый раз через адаптер. Определилось. Легко и непринужденно. 116 кгбайт. Это допустимо. То есть не 128, как указывает, да? Чуть меньше, но это допустимо. Select Target. Выбираем флешку. Так, ну, запись поставил. 15 квадров в секунду. Посмотрим, сколько времени займет. Весь объем. Write it плюс verify. Сообщение. Все, проверка пошла. Как видим, сейчас запись. Мда. 40 мегабайт в секунду. Это не 85, да? Вроде здесь нет 85 мегабайт в секунду. Как это на озон указано. Так, ну ладно, будем ждать. Надеюсь, памяти хватит. Техно. Болт. Гэка. Гэк. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...